Осторожно, дети! Отсутствие пешеходного перехода на улице Володарского давно беспокоило мечей. Но теперь жители могут вздохнуть с облегчением. Путь через дорогу стал более безопасным. К сожалению, установки, казалось бы, необходимого оборудованного перехода иногда надо добиваться долго и не без помощи активистов. Пешеходный переход на улице Володарского был необходим, считают местные жители. На Тихой улице резко увеличился транспортный поток из-за возведенных неподалеку новостроек. Рискуя попасть под колеса, дети за неимением оборудованного перехода перебегали дорогу, где придется. Без предупреждающих знаков и разметки здесь было не обойтись. За безопасность местных жителей выступил коммунист Иван Федин. Благодаря его обращениям путь стал более безопасным для пешеходов всех возрастов. Удобно стало то, что пешеходный переход. И дети выбегают постоянно. Это очень хорошо, что пешеходный переход есть, машины ездят часто. Это очень удобно, чтобы соблюдать правила дорожного движения, конечно. Ну, молодцы. Ребята все нам сделали. Пешеходный переход. Теперь ребятишки могут спокойно проходить через дорогу. Машины будут останавливаться. Отдельное спасибо Ивану Федину за проделанную работу. Теперь стоит вопрос не только безопасности, но и удобства. Транспортная инфраструктура в отдаленных районах города плохо развита. Вот и здесь не хватает и остановки, и регулярных маршрутов, жалуются жители. Да, остановки, конечно, не хватает. Потому что мы живем на Ленида Маслова-3. И как бы с остановки далеко идти. С ребенком особенно, когда было бы хорошо, чтобы пустили бы маршрут сюда. Хотя бы один. Еще один пешеходный переход на улице Володарского давно беспокоил коммунистов. Раньше здесь размещалась яма, затрудняющая передвижение через проезжую часть. В непогоду жители могли попасть под автомобиль, обходя лужу и грязь. Теперь здесь ровный асфальт. Власти экономили действительно на асфальте. Вот столько лет мы ждали вот этого маленького клочка, чтобы заделали. Ну вот заделали после нескольких лет баталии. Столько копий сломано, столько было борьбы, чтобы заделать вот эту маленькую латку поставить. Даже этому мы рады. Но то, что на это уходит несколько лет, это непорядок. В таком богатом городе, в такой богатой стране, в Сибири самой богатой. Вот так надо долго ждать, понуждать, требовать, чтобы просто небольшое улучшение произошло в благоустройстве на вот этом участке. Тарья Казаченко, Александр Филиппов, Рафаэль Юрасов, Обком ТВ.